С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 3 сентября. День окончания Второй мировой войны. 2 сентября 1945 подписана капитуляция Японии и завершается Вторая мировая. В этот же день указом Президиума Верховного Совета СССР 3 сентября объявляется праздником победы над Японией. В 45 и 46 годах 3 сентября даже было нерабочим днем. Также сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом. День приурочен к трагическим событиям, которые произошли с 1 по 3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети. Ну а теперь о родившихся 1875 год. В этот мир приходит Фердинанд Порше, австрийский автоконструктор. В 1916 он становится директором австрийского отделения компании Daimler, а в 1923 перебирается в Штутгарт. Через 8 лет он основал собственную компанию по производству спортивных и гоночных автомобилей. А позже вместе с сыном Фердинандом, которого все звали Ферри, оказался во главе проекта Гитлера по созданию так называемого народного автомобиля Вольксвагена. В годы войны Порше были заняты военными проектами, в частности они создают танк Тигр. Ну а после войны глава по приговору французского суда Порше осужден на несколько лет заключения. А в начале 50-х годов появились первые знаменитые спортивные автомобили. В 1914 год рождается Иван Перверзев, киноактер, народный артист СССР. А в 1972 году Лика Стар, настоящее имя Лика Павлова, советская российская певица, диджей, музыкальный продюсер. Ну а теперь о некоторых событиях. 3 сентября, по некоторым данным, в 1382 году знаменито тем, что происходит сожжение Москвы Тахтамышем. В этот день он послал для переговоров делегацию из ордынских князей, с которыми находились родные братья жены московского князя Семен и Василий. Они передали, что Тахтамыш требует выйти к ним с почестями и дарами вместе с князем, что он дарует мир и просит открыть ворота и встретить его крестным ходом. Когда процессия вышла за ворота, татары взяли и убили всех, а с ними и князя Астея. Они врываются в Кремль, не щадят никого, жгут, убивают, а оставшихся в живых берут в плен. Это был страшный разгром. Погибших было более 10 тысяч. Большой ущерб нанесен городу сильным пожаром. 1658 год. Смерть Оливера Кромвеля, деятеля английской буржуазной революции. Наследники Кромвеля формально восстановят республику, но не смогут эффективно управлять страной и заставят верхушку английского общества вновь обратиться к монархии. 1774 год. Царские войска под командованием Суворова у Царицына наносят решающее поражение в ходе Крестьянской войны 1773-75 годов силам Емельяна Пугачева. Тому удается бежать, но позже его предадут свои же соратники. Он будет привезен в Москву и казнен. 1791 год. Принятие учредительным собранием первой французской конституции. Страна провозглашается конституционной монархией и высшая исполнительная власть предоставляется королю. Конституция предоставляет избирательное право лишь 20% населения, что вызовет недовольство революционеров-яковинцев, которые перейдут в оппозицию правительству. 1918 год. ВЧК призывает раздавить гидру контрреволюции. И в тот же день комендант московского Кремля Мальков расстреливает Фанни Ефимовну Фейгу Хаимовну Каплан. Она обвиняется в покушении на Ленина. На заводе Михельсона, где проходил митинг, схвачена она была случайно, без улик. И хотя и созналась в покушении, современные историки иногда сомневаются в ее вине. 1932 год. Убит Павлик Павел Трофимович Морозов, пионер, который выдал своего отца, сотрудничавшего с кулаками и боровшийся с укрывателями урожая от советской власти, за что его, собственно говоря, кулаки и убили. При возносимой несколько десятилетий как герой-мученик, Морозов станет затем антигероем множества публицистических статей, хотя был всего-навсего жертвой времени и идей. 1933 год. Совершено первое восхождение на самую высокую точку СССР того времени, пик коммунизма – 7495 метров по мир. Первым на горную вершину поднимается 26-летний Евгений Абалаков. Ну а в 1939 году правительства Великобритании и Франции выступили с заявлением об объявлении войны фашистской Германии. Первым шагом Великобритании в военных действиях становятся сброшены на территорию Германии 13 тонн антифашистских листовок. Франция начинает вооруженную борьбу две недели спустя после объявления войны. 1945 год. В СССР объявляется день победы над Японией. 1950-й гонкой на автодроме Монца в Италии завершился первый чемпионат Формулы-1. Непосредственно этапы чемпионата мира проводились с 13 мая по 3 сентября и продлились 113 дней. В турнире приняло участие 16 команд, из которых 5 были заводскими и 11 независимыми. Соревнования состояли из шести европейских гран-при и одной американской гонки. Ну а победу на последнем этапе одержал итальянский гонщик Нино Фарина, который вырвал таким образом победу в общем зачете у аргентинца Хуана Фанхио. 1971 год. СССР, Великобритания, США и Франция подписывают четырехстороннее соглашение о статусе западного Берлина. В нем фиксируется, что город не является частью ФРГ. Западный Берлин формально контролировался западными союзниками и был полностью окружен контролируемым Советским Союзом, Восточным Берлином и Восточной Германией. Западный Берлин имел большое символическое значение во время Холодной войны, так как западные жители считали его островком свободы. Западная Германия субсидировала его как витрину Запада. Берлин западный стал богатым анклавом на фоне социалистической Германии, а также центром образования, исследований и культуры. В эпоху Холодной войны в Западном Берлине проживало около двух миллионов жителей, и это получается самое большое население среди городов Германии того времени. 2001 год открывается фонтанный комплекс рядом со зданием Российского университета дружбы народов. Самый крупный из 150 московских фонтанов. Его площадь составляет 2500 квадратных метров. Ну и еще одно событие. Год 1880. В Петербурге изобретатель Федор Пероцкий демонстрирует первый электрический трамвай. Все лето мастер потратил на создание прототипа нового транспорта. На территории Рождественского вагонного парка, обслуживавшего линии городской конки, он построил электростанцию, переоборудовал под новые требования 85 метров рельсового пути и на основе стандартного вагона конки создает первый в России трамвай. Новинка двигалась со скоростью бегущей рысью лошади 10-12 километров в час. То есть по тем временам достаточно быстро. Первое испытание произошло 3 сентября. Произошло, потому что не все пошло гладко. Столичные газеты, падкие до сенсации, сообщили горожанам, что в Санкт-Петербурге на песках, на углу болотной улицы и Дегтярного переулка первый раз в России двинут вагон электрической силою, идущий по рельсам, по которым катятся колеса вагона. В новом виде транспорта владельцы конок, естественно, усмотрели опасного конкурента. И потому, трамвайное движение началось в стране только через 12 лет. Первая ветка заработала в Киеве, затем трамвай пошел в Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринославе. Ну а в Москве трамваи появились в 1899 году. Ну а в Петербурге, кстати, на родине изобретения вообще в 1907. И если троллейбус, который появится гораздо позже, сегодня постепенно покидает, к примеру, улицы Москвы, то, судя по всему, у трамвая по-прежнему большое будущее. С вами был Николай Певненко в проекте ДАТА.